Казанский научный центр выдвинул инициативу коллаборации с КФУ. Поволжская академия спорта наградили за знания. 15 мая ректор КФУ, как член Объединенного ученого совета, Казанский научный центр Российской академии наук принял участие в заседании органа, которое прошло на площадке Технополиса Химград. Подробности далее. 15 мая Альшат Гафуров принял участие в выездном заседании ученого совета Федерального исследовательского центра Казанский научный центр Российской академии наук, которое состоялось на площадке Технополиса Химград. Стоит отметить, что в феврале 2018 года Казанский научный центр РАН получил федеральный статус. Заседание ученого совета Федерального исследовательского центра было посвящено уже подведению первых итогов работы центра в новом формате. Председатель совета акцентировал внимание на совместную коллаборацию с Казанским федеральным университетом для выполнения нового майского указа президента Российской Федерации. Председателем совета было отмечено, что перед ними стоит задача по созданию не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями. Казань может и должна войти в число этих 15 центров, учитывая огромную базу Казанского федерального университета. Поэтому стоит обсудить дальнейшую совместную работу. В свою очередь ректор КФУ согласился с предложением, однако указал на необходимость тщательной проработки деталей. Пока это затруднительно в связи с тем, что не окончен процесс формирования нового правительства Российской Федерации. Пока же Объединенный ученый совет рассмотрел итоги перспективных исследований, проводимых членами центра, и скорректировал ряд внутренних правил структуры. Стоит отметить, что в ходе встречи состоялся обход лаборатории производственных линий, которые расположены на площадке технополиса Химград. Иоанна Шилова, Леонард Валюсьяров, Универоньюз. В Казанском федеральном университете состоялась лекция шведского профессора. Чем поделился с российскими студентами зарубежный специалист, вы узнаете в следующем сюжете. В Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета прошла лекция почетного профессора Упсельского университета в Швеции Рольфа Тоштандаля для преподавателей, аспирантов и студентов КФУ, критикоисточников «Метод и наука». Лектор обсудил со слушателями вопросы современного университетского образования, научных методов и источников. В частности, обсуждался вопрос современных и традиционных методов исследования истории. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. 16 мая состоялась торжественная церемония честования победителей и призеров Всероссийских республиканских олимпиад школьников. Самыми интересными подробностями прошедшего мероприятия поделится Аделина Гайнулина. Победители и призеров заключительного этапа Всероссийских олимпиад школьников, а также их педагогов и родителей награждали в Поволжской академии спорта. В церемонии приняло участие большое количество лидирующих вузов Казани. Большой вклад в развитие образования отметила Елена Скобельцына, директор лицея имени Ловачевского Казанского федерального университета. Есть положительная динамика, и за всем этим стоит большой труд не только ребенка, но и учителя. Стоит отметить, что педагоги на протяжении многих лет готовят школьников к олимпиадам, и в течение 10 лет татарстанские школьники удерживают лидерство. Адель Шамилова, Аделина Гайнулина, Ленарта Влесьяров, Универ Ньюс. Российские города стали похожи на Сатурн, ведь у них тоже есть мусорные кольца. Пришло время избавиться от свалок и полигонов. Но какой путь выберет Россия, сжигать или сортировать? Олег Кашин расскажет подробнее. Три альтернативы. По-старому захоранивать, как было. Так. Построить мусорожигательный завод. А третий вариант – это внедрить раздельный сбор отходов и довести его до 80%, как в городе Сан-Франциско, к примеру. Как во всем цивилизованном мире. Спор, который ведется не первый день. Нужно ли строить мусорожигательный завод в Казани? Не навредит ли это экологии? 15 мая в прямом эфире телеканала «Универ ТВ» прошли публичные дебаты. Мусорожигательный завод – эмоции и факты. Построить МЦЗ в Казани решили на федеральном уровне в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», который направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Но без открытого диалога с общественностью решение о строительстве завода принято не будет. Какая еще альтернатива? Нам говорят, что есть третий путь, стопроцентная переработка. Но его нет, потому что даже ведущие страны в этом, есть пример Германии, где этот процент всего лишь 60%. Они лидеры в этом направлении. Мусорожигательный завод – это лишь последнее звено длинной цепочки переработки отходов. Подобные исторические этапы уже проходили на Западе. Всего в мире функционирует около полторы тысячи мусорожигательных заводов, которые, по мнению сторонников МЦЗ, не вредят экологии. Но проблема заключается не только в экологии, но и в том, какой мусор будут сжигать. Тот факт, что на МЦЗ в Казани будет попадать несортированный мусор, означает, что фильтры нужно будет менять гораздо чаще. В России нет бизнеса по переработке мусора. Например, батарейки со всех регионов страны везут в Иркутск, где расположился единственный подобный завод. Логистические операции делают подобный бизнес неприбыльным. Формировать, восстанавливать, о чем Альберт Фаридович много активно говорит, перерабатывающую отрасль. То, чего сегодня в стране нет. Необходимо субсидировать производителя, который занимается производством продукции из старичного сырья, потому что она сегодня обходится дороже, нежели продукции из первичного сырья. Причиной недовольства экоактивистов в том числе стало место предполагаемого строительства МЦЗ в селе Осиново. Там уже расположился небезызвездный казанцем уроксинтез, и местные жители всерьез боятся за экологию и свое здоровье. Важно понимать, что задачей является не только утилизацией, но и уменьшением производимого бытового мусора. А эта задача решается при помощи законов. Обязывать производителей использовать какую-то стандартизованную упаковку. Материалы, например, которые легко перерабатываются. Например, это отказ от пластика номер 3 и номер 6 и так далее. Это оборотная тара и так далее. Минимизацию упаковки, потому что мы в последние годы имеем такую тенденцию, что товары становятся все меньше в упаковке, а упаковки все больше. Это все мусор, да? Это реальная проблема. Привести пример просто своей семье, своей младшей дочери. Несколько лет назад она просто перестала пользоваться пластиковыми пакетами. Она носит с собой холщовку, да? Простую сумочку. Да? И ее подруги многие начали делать, и друзья начали делать так. Это наша сторона, это наша часть, и мы должны это тоже признать, правда? Что мы должны и собственную культуру немножечко подтягивать, воспитывать сами себя и воспитывать окружающих. Мы опаздываем на 25 лет. Мы опаздываем не только в технологиях, мы опаздываем и в развитии общественного сознания. И поэтому, наверное, ничего страшного нет в том, что мы пытаемся как бы наверстать, и что мы пользуемся теми технологиями, которые у нас есть. Перед тем, как будет принято решение, Казань посетит большое количество экологов, не только России, но и Запада. Но финальную точку в этом вопросе поставят на общественных слушаниях. Олег Кашин, Универньюс. С 22 мая в КФУ состоится четвертый международный форум по педагогическому образованию. Подробнее расскажет Диана Паскарь. С 22 по 24 мая в Казанском федеральном университете состоится четвертый международный форум по педагогическому образованию. В этом году в КФУ соберутся более 100 ведущих ученых и практиков со всего мира, которые будут представлять 65 зарубежных университетов. Также приедут представители 88 российских вузов и научных организаций. Необходимо отметить, что число участников форума строго ограничено. В качестве спикеров выступят представители университетов Оксфорда, Гарварда, Глазгоу, Дрездена и представители многих других престижных вузов мира, такие как директор исследовательского института Гилл Ном, президенты Международной и Европейской ассоциации исследований в области педагогического образования и обучения Мария Флорес-Фернандес и Тео Фублс. Среди представителей российских университетов выступит ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков. Очень важно, что к нам приезжают не просто иностранные ученые, а те, кто специализируется на подготовке учителей. И то, что они едут к нам, это признание нашего форума и прежде всего нашего университета. Международный форум проводится с целью изучения особенностей современного педагогического образования в России, а также анализа и общения его теоретических и практических подходов. Здесь, на этом форуме, собравшиеся наши коллеги будут обсуждать, прежде всего, проблемы того, каким образом изменить подготовку учителя. Что нового можно сказать в этой области? На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!